Господа, ну вот вы грамотные люди, вы элита, так сказать, фондового рынка. Вы только что слушали умных людей, которые что-то говорили. Вот вообще у вас какие-то мысли возникали. Хотите что-то прокомментировать из услышанного ранее на этой конференции? Может быть какое-то замечание сделать? Потому что мы залу слова не давали, а может быть у вас какое-то возмущение. Допустим, вы не согласны с тем, что говорил Каленкович или так далее. Нету такого? Я бы не сказал насчет за себя, что элита. Я всегда исхожу из того, что я дурак. Интеллектуальная элита. И ничего не понимаю в фондовом рынке, вообще понять никогда не сумею. И, во-первых, я эмоционально не в состоянии торговать, есть люди, которые могут быть хорошими трейдерами. И это не мой случай, я начинаю чего-то куда-то покупать через какое-то время очень быстро. Я ничего не понимаю, что происходит, поэтому пускай лучше работают роботы, хорошая математика, она крутится и торгует. Мы уже разговаривали сейчас с Виталием Курбаковским, и очень интересно, кто-нибудь слышал, о чем мы говорили с Виталием? То есть интересные были высказаны идеи, допустим, Виталий вообще не верит в тренд. То есть 15 лет назад он протестировал и обнаружил, что тренд на линейном инструменте неформализуем и не работает. То есть заработать на этом, может быть, и можно, но нерегулярно и с большим риском. Вот прокомментируйте. Вы верите в трендовые торговые системы? Я не верю этой реплике, потому что она основывается на данных 15-летней давности, поэтому можно этому не верить. Можно перепроверять, можно считать, но мне кажется, что без трендов вообще невозможно торговать. Если это рендовок, если это эффективный рынок, гипотеза эффективного рынка, то значит мы не можем основываться на прошлых данных и что-то говорить о будущем. Есть слабая форма, есть семи-стронг форма, которая говорит, что нельзя, но когда новая информация возникает на рынке, то цены настолько быстро адаптируются к этой новой информации, что невозможно на этом заработать. Хотя HFT в 2000-х годах 10 лет на этом зарабатывала, и эта эффективность, неэффективность, скажем так, с точки зрения гипотезы, стала меньше на рынках. Поэтому тренды, конечно, есть, и достаточно просто почитать какие-то научные исследования на рынках commodities, которые представляются нескоропортящимися продуктами, которые имеют стоимость хранения. В общем, уже в принципе доказано, что это как раз рынок самый трендовый, потому что на факт автокорреляции влияет существование таких вещей, как стоимость хранения, так называемый convenience yield, когда ты владеешь споттоваром, вдруг происходит шок в поставках, и у тебя появляется премия хранения и владения товаром против тех, кто владеет деривативами. И, собственно, в 1991 году ученые показали, что там были такие исследования, что тренды там, как раз таки, если трендовые системы существуют, то нужно искать именно на рынках commodities с долгосрочным хранением. Поэтому все сети и фонды в Америке, они в основном тренд-следящие. И как уже оценивать тренд, это уже вопрос техники. Но, Миталычка, вот лучше тысячи слов. Скажи, в твоем фонде есть, под твоим руководством есть трендовая стратегия? Ну, вообще, в принципе, все трендовое, потому что ты должен купить дешево и продать дорого. Нет, 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 минуточку. Нет, нет, нет. Тренд на линейном инструменте. То есть стратегия не смотрит ни на какой другой рынок, а идентифицирует тренд по прошлому движению цен и покупает. Ну, конечно, да. Вот я тоже говорил, когда вы выступали, об этом говорили. Есть Фома Френч, модель трехфакторная. Четвертый фактор, который в модели Кархарта появился. Это как раз-таки моментум фактор, который говорит о том, что те акции, которые росли в прошлом, скорее всего, в следующий год тоже будут расти. И сам Фома признал, что это самый главный фактор в этой модели. Но этим пользуются уже десятки лет, и никто не говорит, ты веришь или не веришь. Но это существует на разных горизонтах, по-разному нужно отмечать, и действительно, на этом надо уметь торговать. Просто где-то это усиливается, эта автоквилиация, где-то она ослабляется, но в целом она существует, безусловно. Сергей, ну, насколько я помню, ты не веришь в тренды особо. По крайней мере, может, веришь, но не сильно тебе это интересно. Почему? Ну, на самом деле, я уже начал верить в тренд, если честно, но по другому поводу. Я тоже хотел сказать про четырехфакторную модель, но вообще не трехфакторной модели. Действительно, там четвертый фактор выделили, его там исследовали, изучили. Достаточно интересная вещь. Считается даже, считается, что он вроде как бы там уходит, или с ним возникают тоже какие-то там проблемы. Ну, вот Арам сказал, что мы как бы покупаем дешево, продаем дорого. Но ведь тренд не тренд, это зависит от того, что было до этого. Если мы покупаем дешево, в надежде продать дорого, если до этого уже выросло, то это тренд. А там иначе это контртренд. Для меня игра в тренд – это просто игра в волатильность. То есть, ну, любая трендовая стратегия – это, по сути, с некоторыми преобразованиями, с некоторыми там допущениями – это просто покупка волатильности. И не зря именно на высокой волатильности, там, кризисной, посткризисной, именно трендовые стратегии приносили хорошие деньги, потому что, ну, была высокая волатильность. То есть, тренд не тренд, это игра в волатильность. То есть, сказать, что тренд жив, это то же самое сказать, что, ну, там, жива покупка волатильности. А сказать, что он мертв – сказать, что жива продажа волатильности. Если ты так рассуждаешь, то получается, наверное, лучше тогда через опционы какие-то структуры делать, как вот господа до этого говорили? Это не совсем опционы, потому что у опционов есть временная структура. То есть, когда ты торгуешь тренд на активе базовом, ты торгуешь как будто бы спот тренда. А если ты торгуешь опционы, ты как будто бы торгуешь фьючерс на этот тренд. Потому что у тебя есть некоторая временная структура. И это немножко разные вещи. То есть, это то же самое, как можно связать, допустим, как связаны, допустим, рынок одновременного репо и рынок одномесячных облигаций, также и связан рынок, не знаю, тренд в акциях и продажа покупков в волатильности в опционах. Ну, месячных, допустим. Я бы постараюсь конкретизировать. Вот у тебя, Сергей, есть на каком-то конкретном инструменте, допустим, на фьючерс РТС. Сейчас работающая, запущенная в работу стратегия? Нет, нету. В данный момент? Потому что все маркетмейкеры так или иначе имеют позу на продажу волатильности. А ты маркетмейкер? Ну, так сложились обстоятельства, что да. Ну, конечно, просто это подход. Но у нас есть, как у маркетмейкеров, некоторые преимущества. Мы умудряемся, благодаря некоторым преимуществам и некоторым знаниям, продавать большую волатильность, чем есть на самом рынке. И с помощью этого мы, продавая волатильность, зарабатываем, несмотря на то, что даже она может расти, потому что мы продаем не ту волатильность, что других участников. То есть у всех участников волатильность разная, и у маркетмейкеров она хорошая, наверное. Не знаю, какие мы, но она чуть повыше, чем на рынке. Окей, Евгений, вам вопрос. Соответственно, логичный. Про тренды верите, нет? Если да, то есть ли в работе стратегия трендовая? Верю, не использую. Во многом, потому что не умею. Но и в целом, как-то стиль торговли, он в основном арбитражный. Очень редко делаю что-то другое, просто потому что своим преимуществом техническую часть, считаю, а не аналитическую. Ну и Алексей? Ну, я торгую арбитражи разные, в основном фундаментально связанные. То есть начинаю от баскетов и играю с товарами. Но в любом случае, это не торговля одним активом в одну сторону. Но вот уже для моих синтетических активов я каким-то образом нахожу то, что условно можно считать трендом. Ну или, скажем так, для арбитража важно такое понятие, как точка равновесия, нулевая точка, в которой как раз контртрендово должен вернуться этот алгоритм. И вот классические подходы в этом деле – это всякие усреднения, вычисления частот, которые должны привести к нулю. А вот если ты при этом добавляешь сюда попытку угадать, ну, в какой-то степени, куда же она сдвинется от этого среднего, то, ну, можно сказать, что это вот такая трендовая вещь в контртрендовой торгии. Ну понятно, то есть в чистом виде никто не торгует. Не находите любопытным, что самая растиражированная вообще, то есть получается миф как будто бы, да, самая растиражированная история, связанная с трендом, как бы, ну, в учебниках, да, «trend is your friend», всякие истории успеха, там, «Виллимс», да, «трейдеры-черепахи», все это делалось на трендах. Ну, тогда и времена были другие, 80-е, 90-е, там волатильность зашкаливала, тренды работали хорошо. Сейчас я посмотрю, что профессионалы, так сказать, как я выразился, интеллектуальная элита российского алготрейдинга, никто не использует тренд как таковой, то есть, по сути. Не находите это как-то странно? Ну ладно, окей, давайте поговорим тогда. Можно я скажу? Да. Может быть, нас просто не устраивает, там, ну, как бы, профит к риску этих стратегий, исключительно из-за этого. То есть, эта стратегия является очень дешевой, очень растиражированной, но у нее профиль не самый лучший по сравнению с другими. Может быть, ровно поэтому мы ее не используем. Ну, смотри. Да, Рам. Вот у нас эволюция так происходила. Сначала мы целиком погрузились в мин-ревертинг стратегии, потому что там чуть проще, в каком смысле. Там не надо направление угадывать. Если ты угадал примерно рейндж на следующий день, то ты в рамках этого рейнджа можешь выставить сетку, и, соответственно, когда цена поднимается наверх, инструмент подаешь, когда спускается вниз и так далее. И ты фактически просто находишься в некотором таком волатильном боковом движении, где собираешь трейды. Как ты уже эту сетку делаешь, какая алгоритмическая логика, расставление стоп-лоссов, тэк-профитов и так далее, это уже частности. Но главное, что ты должен сказать тот размер рейнджа, в котором можно еще торговать прибыльными мин-ревертинг стратегии. Там, где рейндж уже становится слишком большим, даже если ты его угадал, ты не можешь уже извлечь, собственно, прибыль. Поэтому здесь чуть проще. Тренд ты должен не только сказать, что сейчас начнется тренд, ты должен сказать, в каком направлении. Вот, наверное, поэтому сначала легче сделать возвратные стратегии, потом уже трендовые. В смысле, какие стратегии? Ну, осцилляторные, мин-ревертинг стратегии. А, вот, кстати, интересно. Я просто, как бы, ну, то есть, если я тренды вообще могу понять, откуда там деньги берутся, вот откуда берутся деньги в мин-ревертинг, правильно я сказал? Короче, возврат к среднему. Откуда там деньги вообще берутся? То есть, я там не понимаю, чем это лучше, чем казино. То есть, что является логическим основанием получения прибыли? Откуда деньги? То есть, контртренд в контртренде? Я не знаю, какая-то есть на этот вопрос. Или речь идет, может быть, о какой-то, вот как Виталий Курбаковский. Курбаковский, да? Он не торгует линейным инструментом. Всегда позиция его, как он выразился, хиджирована. То есть, вы имеете в виду контртренд на вот такой вот, с каким-то кросс-активом? Нет, нет, просто есть некий уровень, вокруг которого может цена вертеться. Соответственно, если амплитуда выше, чем твоя комиссия и спред, то ты можешь на этом что-то зарабатывать. Но, собственно, если ты примерно этот диапазон, размах, вариации представляешь себе, и уровень, вокруг которого вертится цена, сложнее оценить, с нашей точки зрения, чем рейндж. Если ты хоть с чем-то немножко угадал, то ты уже можешь зарабатывать. Вопрос, как это формализуется. Потому что, я помню, я Сергею Васильеву этот вопрос задавал. Он не верит особо в контртренд. Нет, ну еще раз, я просто пытаюсь повториться. Контртрендовая стратегия – это продажа волатильности. Так или иначе. Почему-то все верят, что опциончики имеют продавать волатильность. И как-то не верят, что нельзя продавать волатильность просто на базовом активе без опционов. Ну, веришь ты, что не выйдет цена из диапазона, ну, продай там крыльевые опционы. И получишь всю премию с них. Что-то еще можно делать. Ну, это просто некоторые вариации. То есть, если ты уверен, что цена будет на этом уровне, то ты заработаешь примерно столько денег на опционах, сколько на базовом активе, если запустишь там адекватный, соответствующий ему контртрендовую стратегию. Это одно и то же. Точно так же, как и игра в тренд. Это попытка купить там дешевые опционы и прокатиться на них, получить очень большую премию. А потом еще и парамидиться по дороге. Ну, вот я, так сказать, загрузил слайдик. Кто-нибудь вспомнит, что это такое? Это гном, уже которого я упоминал, пришел к персонажу, которого звали мозг, и предложил ему, говорит, а давай запустим вот такого вот робота. Я тут протестировал, код набросал. Суть в том, что робот как раз покупает дешево, продает дорого, линейный инструмент. Это все одна минута. Это в течение одной минуты происходит. На что мозг гному сказал, не занимайся ерундой, как бы это стопудово не будет работать. И даже просто сказал, все, даже тестировать это не будем. Хотел бы спросить ваши комментарии. Как бы вот такие вещи вообще в принципе могут работать? Как бы идея, что, ну, условно говоря, средняя. Идет разброс цен между, как бы, какие-то отклонения статистические, небольшие от средней. Когда вниз покупаем, когда вверх продаем. Ну, и вот такой вот получается, как бы, маркет-мейкер вот такой, примитивный. Это фьючерс РТС. Здесь диапазон, кстати, всего 80 пунктов фьючерс РТС. Кто прокомментирует? Я не знаю, может оно работать или нет. Я могу сказать, что мы такие вещи пробовали, у нас не заработало. А почему? В чем причина? С комиссией не справляется или как бы там нету никакого преимущества? На мой взгляд, нету там преимущества. Ну, точнее, даже не так. В некоторых инструментах, возможно, такое преимущество можно найти, где среднюю, эту самую посчитать легче. В индексе РТС у нас не получилось рассчитать некую справедливую цену, несмотря на то, что он как бы расчетен, есть базовый актив и прочее. Но вот конкретно у нас не получилось. Я добавлю как раз, вот на мой взгляд, нужно подбирать какие-то синтетические инструменты. Они могут быть совершенно экзотические, это может быть что-то там на основе статистически подобных, еще не могут не быть фундаментально связаны или быть фундаментально связаны. Это может быть что-то сложное, типа корзинки с индексом в какой-нибудь нестандартной пропорции. Это может быть просто, я не знаю, там два металла, один против другого. Вот в этом случае это может быть гораздо интереснее. То есть это надо просто выйти из... Из линейности. Из массов, да, из направленного рынка. Найти взаимосвязанные какие-то инструменты. Ну, да, где в данный момент никого нет, грубо говоря. Вот смотрите, по поводу взаимосвязи. У нас прекрасный есть, так сказать, фьючерс РТС, который связан с массой других инструментов, которые, в общем, для арбитражеров это как бы вот идеальная ситуация. РТС – это корзинка акций, акции связаны с фьючерсами, то есть и корзинка фьючерсов, плюс там зашит доллар, валютный фьючерс. Что там еще у нас? Ну, какое-то время зашито в виде контанга, да, с опционами вся эта конструкция связана, столько перекрестных связей, что является все, наверное, какой-то... Вот эта сложность структуры является поводом для образования постоянных ошибок ценообразования. Здесь что-то работает? Вот из-за такой богатой, богатых взаимосвязей фьючерс РТС с остальным миром и другими активами. – Да, однозначно работает. Много людей это использует. – Что работает? Вот индекс ММВБ я забыл. С индексом ММВБ так или иначе тоже связано? – Нет. Насколько я знаю, очень многие торгуют некий статистический арбитраж между индексом РТС и некой корзиной. Там интерес в том, что прямого арбитража построить можно, но очень тяжело, там много бумаг, на которых нету фьючей, либо лоты не совпадают. В дробных частях. Поэтому строят некие мат-модели, пытаются посчитать примерное соотношение, посчитать справедливые уровни, на этом торговать. Периодически оно чуть разъезжается, они корректируются. – Ну, с Виталием мы сегодня обсуждали этот вопрос, он говорит, что вот раньше работала, там сколько, четыре года назад. Потом получилось так, что пришли туда люди, конкуренты, и все сделали эффективным. Вот. – Можно я эту картинку прокомментирую? – Да. – Ну, давайте внимательно посмотрим, да, предположим, что все эти сделки – правда, да, и посмотрим на, там, график посекундно. Мы увидим, что вот на этих сделках удалось там продать, ну, мне кажется, что какую-нибудь там сотую волатильность, так, на вскидку, мне кажется, даже больше. А потом посмотрим на этот же график в разрезе, ну, не минута, потому что он весь минута, ну, там, 15 секунд или 20, и увидим, что тут как бы скользящее среднее, ну, или даже какая-то просто средняя, имеет волатильность, ну, ну, обычную. Я не знаю, сколько там, 60, там, условно. Что можно сделать? Как можно эта вещь, которую торговлю, просто представить? Мы продали сотую волатильность по секундам и откупили ее 60-й волатильности на минутках. Это наш арбитраж, мы на нем заработали. Ну, вот, задачи-маркетмейкеры примерно в этом же самом. Продавать волатильность больше, чем есть на самом рынке. А на эффективном рынке нельзя на маленьких промежутках продавать большую волатильность. Как бы, вот в этом вся особенность. Когда рынок носил, я-то понимаю, что еще, если это там график 12-го года, то все логично. Так там и было, так многие и зарабатывали. Там 10-й, август 10-го стоит. Ну, тем более, август 10-го, там вообще, там была секундная волатильность 200-ая, а минутная там 60-ая. Ну, вот, там 140% волы твои и удачи. Не совсем я все понимаю, конечно, но я надеюсь, вы понимаете. Хорошо, господа, смотрите, вот начинающий алго-трейдер приходит. Первое, что у него есть? РИ и СИ, фьючерс РТС, фьючерс на доллар. Как бы, самые ликвидные инструменты, с хорошим плечом, и самое очевидное, что начинающий алго-трейдер пытается делать, это тестировать трендовые системы на этих двух инструментах, потому что в книгах он прочел, что тренды работают. Вот, хотелось бы от вас услышать, как бы, ну, может, не трать время, там, условно говоря, не занимайся ерундой, это не работает, мы уже это протестировали. Или все-таки это не бессмысленное занятие? Что скажете? То есть, это вот такой самый прямой подход к началу алго-трейдинга, да? РИСИ, тренды, и попытки там собрать что-то, ну, условно говоря, в Теслабе, потому что он наиболее простой, да, что-то трендовое. Вот, как вы это прокомментируете? Стоит этим заниматься, или даже время тратить не стоит? Ну, ладно, я снова прокомментирую, я могу опять повториться и все, говорить про волатильность, хотя вроде вопроса не про это. Ты говоришь же очень умными словами, давай попроще. Я считаю, что игра в тренды это хорошая игра, могу объяснить почему, что она для многих людей является протект стратегии, потому что если рынок начнет носить, то, скорее всего, у вас все будет плохо, там, хуже с работой, с бизнесом, с какими-то другими историями, и вы на этих трендах можете там как-то часть своего просадки там по жизни компенсировать прибылью на рынке. И в другом случае, если там рынок будет стоять, скорее всего, все будет более-менее стабильно и хорошо, и, соответственно, ну, вы будете терять на рынке, вас будет пила на рынке пилить, а зато у вас будет все в жизни и в бизнесе лучше. Вот, поэтому это хорошая протект стратегия, а именно как стратегия полностью без бизнеса и, как бы, в отвязке от земли, то, ну, я не знаю, там должно быть что-то еще. Вы должны еще какую-то структуру найти, еще какой-то фильтр, еще какую-то идею, которая, ну, что-то вам даст. Потому что иначе эта стратегия является банальной и непонятно, в чем ваше преимущество над рынком и что, какую конкретную вещь и рыночную неэффективность вы отыгрываете или вы должны прекрасно ее понимать сами. Допустим, ну, вы там считаете, что вот там кому-то станет очень больно и он тренд вам усилит. Ну, значит, эта идея будет работать там реально, когда кому-то будет очень больно, тренд усилит, а это не очень часто происходит. Я просто еще добавлю, я хотел бы попросить не выносить вердикты, потому что это убивает мышление. То есть, если на форму писать, ребята, я это пробовал, это вообще не лезть туда, там ничего нету. Тем более, начинающему алгоритмисту, который должен прийти и понять все сам. Ну, это, наверное, может быть, который, который действительно там уже 20 лет работает в этих двух инструментах и что-то может сказать, но у нас таких людей нету и поэтому лучше разрешать всем пробовать делать то, что вы думаете, что невозможно. Потому что, наверное, когда вы ушли оттуда, как раз-таки там тренды появились, вот, и, соответственно, ваше отсутствие там создало некую возможность для другого заработать. Поэтому так, в принципе, вопрос даже не стоит ставить. То есть, пробовать в любом случае надо? Ну, чтобы хотя бы тестировать самостоятельно? Пальцы что-то программировали, да, попробовали, а потом можно эти инструменты заменить другими, и у тебя получится какой-то результат. Ну, и потом, когда ты начинаешь что-то делать руками, у тебя, во всяком случае, мозг в работу включается и какие-то идеи появляются, правильно? Лучше, чтобы у трейдера руки с мозгом связаны были. Вот, просто я смотрю на вас, и вы, естественно, наверное, начинали тоже с каких-то простых вещей элементарных, потом эволюционировали до того, что сейчас все так или иначе каким-то арбитражом, маркетмейкингом, так сказать, что-то такое вот. Давайте коротко, еще раз, Алексей, с тебя начнем. Какая стратегия, какие стратегии примерно используешь, алгоритмически, да? Ну, в двух словах. И какой профиль, доходность, риск? То есть, сколько, какая целевая доходность, ну, я понимаю, что это грубо, но там, условно, 30 годовых, при риске 10 и так далее. Ну, я уже сказал, я использую арбитражи, самая такая простая, массовая, ну, я бы назвал две, это вот, как раз с баскетом на России и, в меньшей степени, с товарами, с металлами на Штатах. В основном, смысл как раз в том, чтобы попытаться найти некоторую фундаментально связанную комбинацию, которая бы была достаточно волатильна в некотором коридоре, что там можно было использовать, как раз, контртрендовые стратегии, какие-то вещи. И тут вопрос в том, что сюда надо добавлять какие-то эвристики, потому что, ну, самая простая, самая такая, обычная вещь, которая приходит в голову, это ты берешь и делаешь там лесенку, движение на Х, ну, ты пропорционально набираешься движение и дальше, и ты еще набираешься. Но лесенка, это же, это как бы линейно наращиваешь прибыль и нелинейный риск. Да, это проболический риск и линейная прибыль. Это того стоит? Нет, я говорю, как раз, это самая простая вещь, с чего начинают. В принципе, эти стратегии, они прибыльные, они приносят какие-нибудь там несколько процентов годовых. Если это фундаментально связанная группа активов, они возвращаются. но, если это баскет, то тебя может порвать. То есть, если ты берешь всю линейку входящих там в индекс, например, РТС бумажек, там что-то берешь на фьючах, что-то на споте, с учетом там неликвидности хвоста, то чем больше ты берешь, тем меньше тебя разносит, но тем на меньший срок ты должен делать, тем лучше у тебя должна быть инфраструктура, и тем более важно, чтобы ты был не умный, а быстрый. Соответственно, начинающему это сложно. Если ты говоришь, нет, я буду индекс отображать пятью бумажками, то однозначно тебя будет регулярно разрывать. Соответственно, ты должен находить вот эту самую нулевую точку. Опять же, самая простейшая вещь, которая приходит в голову, это усреднение, что вот у нас есть некое среднее, там взвешенное. Нулевой уровень котирования, как говорят маркетмейкеры. Ну, справедливая цена для этого синтетического актива. И вот к ней ты считаешь, что вот к ней ты должен вернуться. А справедливая статистически? Ну, из какого-то алгоритма. Самое простое, это, конечно, среднее, и это неправильно. А вот дальше уже возникают всякие юристики, которые тебе говорят, что вот она немножко в другом месте, ты начинаешь строить какие-нибудь там частотные портреты, обычные гармонические частоты тоже работают не очень. И у меня там целая надстройка над всем этим делом, которое не дает мне повышение доходности, но приводит к снижению рисков. И соотношение где-то, с учетом тех условий, которые у меня есть у разных бротеров, где-то тройка. То есть доходность в три раза больше. То есть, условно говоря, при риске 5. 15 при 5, 30 при 10, 2,5-3 где-то так. Но это не говорит о том, что не реализуется рисковый сценарий. То есть, может быть и убыток. Может быть и убыток, но именно потому, что это фундаментально связанные всегда вещи, параметры подобраны так. Ну вот, например, там была история, буквально августовская, параметры разъехались, в итоге там за квартал получилось чуть выше ноля. То есть система должна возвращаться за счет фундаментальной связанности. То, что я исповедую, это совершенно не означает, что это надо делать. Кто-то наоборот берет золото с нефтью, например, или с РТСом, и говорит, можно это, потому что статистически альфа-бета посчитали, привели к одному инструменту, говорим, торгуем одно против другого. А потом тебя порвет так, что ты никогда не вернешься. Если это фундаментально связанные вещи, ну или там в какой-то степени, нефть с газойлем, я не знаю, что-нибудь подобное, или там корзинка с индексом, у тебя есть некоторая статистическая, опять же уверенность, что тебя порвет там в 97% случаев не больше, чем на такую-то величину. И ты ее закладываешь. Хорошо. Окей, Евгений, что расскажете, так сказать, про стратегию и тоже профиль риска, риск-доходность? Мы торгуем в основном чистый арбитраж, когда это действительно один и тот же актив. Это может быть фьюч против бумаги, это может быть календарные какие-то вещи, это может быть валюта против фьючерса, или даже сама валюта, today, tomorrow. То есть мы стараемся не рисковать вообще. Единственное, где мы рискуем, это ставки в фьючерсах, и то мы стараемся их хеджировать. По этому поводу у нас, как правило, не очень высокая доходность, там наши целевые цифры это около 20 в год, но фактически без просадок как таковых. То есть очень ровная кривая? Да. Арам? Ну, я в подробностях не смогу сказать, какие у нас стратегии. Название хотя бы стратегии. Ответственность перед клиентами. Название, если это много объяснить, это арбитражная стратегия. На самом деле мне очень близко то, что Алексей Афанасьевский сказал по поводу синтетических инструментов. И думаю, что с этого можно начать. То, что мы делаем, мы для того, чтобы не находиться в рынке, где много участников, не находиться в стратегиях, где большая конкуренция, мы стараемся создавать такие синтетические инструменты. Ты сказал, не линейные. Нет, они линейные. Линейная комбинация, просто с разными весами подобранная. И веса достаточно часто меняются для того, чтобы видоизменять инструмент. Вот как мы сегодня обсуждали, что если кто-то покупает путы, это не означает, что он видит рынок ниже, просто он хеджирует свою спотовую позицию. То же самое, что если где-то там кто-то сильно продает, не знаю, ВТБ, это не означает, что он прям видит, что ВТБ провалится. Это просто один из его инструментов в баскете. И может быть, где-то скрелированный с ним инструмент куплен в таком же объеме. Поэтому, когда ты все время меняешь свое местонахождение, то ты фактически не задумываешься о том, как что такое неэффективность для твоей модели, ты просто используешь некоторый ресурс рынка и дальше уже на этом ресурсе разрабатываешь разные стратегии. То есть ты создаешь с собой временные ряды, с которыми ты уже работаешь, анализируешь, понимаешь режим торговли, понимаешь, когда он меняется, масштабы, смотришь, какие скачки, распределения, превращения, делаешь тренд-следящие стратегии, делаешь менривертинг, это все, что ты уже можешь применить, пожалуйста, в твоем арсенале есть, но главное, чтобы ты это не делал в очевидных местах. То есть внутри стакана, например, очень много умных людей. В микроструктуре, в принципе, все разбираются, и алгоритмы слетят друг за другом, и становится тяжело там конкурировать. Какие-то простые вещи, говорю, но когда ты немножко увеличиваешь таймфрейм, то количество умных людей уменьшается, не потому что физически мало, а потому что там действительно возникают сложности, которые достаточно трудны в осмыслении, формализации, и тем более создании некой альфы. Уменьшаешь таймфрейм, в смысле... Уменьшаешь таймфрейм. А, увеличиваешь, да? Да, увеличиваешь таймфрейм. Соответственно, весь мир сегодня в алгоритмическом таком сообществе двигается к тому, что, да, хорошо, альфа мы научились, находились, то есть некоторые источники неэффективности мы видим, но сейчас, в последние несколько лет, главная проблема это как увеличить капасity своих стратегий, потому что если ты фонд с несколькими миллиардами долларов или сотен миллионов долларов, то ты фактически можешь пройти мимо этих неэффективностей, даже не заниматься ими, даже не концентрировать свой ресурс на этом. Да, ты знаешь, что там можешь заработать, и может быть даже сильные сервера есть, но это очень сложно будет для бизнеса, чтобы реальный вэлл и приносить тому объему клиентов, которые есть у бизнеса. Поэтому, значит, первая задача это создать себе такие капиталоемкие инструменты, вторая задача это уже, пожалуйста, придумывайте модели, меняйте, соответственно, сочиняйте, делайте платформу для дата майнинга, для ресерча, которая позволила бы это делать быстро, и тиражировать эти стратегии так, чтобы успевать за их ухудшающимся профилем. С точки зрения рисков и доходности, то у меня очень такой простой подход, волатильность меньше 10%, доходность больше 10%. Одна, может быть, такая изюминка, это то, что, когда смотришь за распределением рисков, доходности, собственно, смотришь на хвостовые явления, нужно стараться объяснять, из-за чего эти явления произошли. То есть, не просто, что такое бывает, или там оптимизировать так стратегию, чтобы не было хвостов, а если ты их видишь, попытаться понять их видишь купировку. То есть, логика должна быть в стратегии? Ну, должен понять рисковый фактор, который вызвал этот тейл-ивент. Когда ты начинаешь его понимать, ты связываешь инструменты, стратегии, которые являются твоими инструментами с точки зрения портфельного управления, потому что, одно дело, ты придумал стратегию, другое дело, что ты создал портфель из этих стратегий, и портфель тоже нужно оптимизировать, исходя из состояния рынка, который может быть благоприятен для одних стратегий и плохо для других стратегий. Поэтому, контролировать через такие мета-алгоритмы, и в данной ситуации нужно заниматься и такими алгоритмами. Собственно, я сейчас мысль потерял по поводу этих алгоритмов портфельного управления. Хотел сказать, что да, тейл-ивенты, так вот, если ты находишь причину тейл-ивента, и ты понимаешь, что на этот тейл реагируют сразу несколько стратегий в портфеле, то ты понимаешь, что ты бюджетируешь свою экспозицию на эти стратегии примерно на одном уровне. То есть, когда происходит какой-то шок, рынок интегрируется, корреляции приближаются к единице по многим инструментам. И то, что ты в нормальное время тестировал, казалось, что есть эффект диверсификации, потому что ты снижаешь корреляции в своих инструментах, то в момент шока ты понимаешь, что ты был неправ. Так вот, если ты видишь, что стратегии реагируют на одни и те же события, ты даешь им, предположим, каждому этому рисковому фактору 20% от своего портфеля. И таким образом ты создаешь некий общий профиль рисков и доходности, который относительно симметричен и устойчив к тейл-ивентам. Если ты устойчив к тейл-ивентам, то ты можешь рекапитализировать прибыль на ежемесячной, ежеквартальной основе и в долгосрочной перспективе получать прирост доходности с заданным уровнем систематического риска. Поэтому, собственно, резюме такое, что если стараться делать полотенце меньше 10% и доходность двухзначную, но при отсутствии тейл-рисков, ты можешь получить хороший прирост в долгосрочной перспективе. Кто-нибудь не знает, что такое тейл-ивент? Один человек признался, остальные все знают. Ну расскажите кто-нибудь, кто не поднял руку. Арам, просто поясни, что такое тейл-ивент, да? Нет, ну просто это такое невероятное событие, скажем, в твоем реакции. жирный хвост, кривое распределение. Большой убыток в профиле распределения. То есть редкое событие, которое, так сказать, случается чаще, чем думают. Окей, Сергей, ну пару слов про стратегию и доходность-риск. Да, на самом деле все так же, все тоже. То есть на самом деле мы все... Напомни! Мы все занимаемся на самом деле одним и том же, мы просто называем это по-разному, смотрим на это по-разному и где-то находимся все в одном месте. Короче, вы все на четверых стрижете капусту с кого-то, непонятно, и делите это между собой. Да, но единственное, что я бы хотел там, наверное, отметить, что, ну вот, я там в прошлый раз про это говорил на конференции Smart Lab, что зарабатывать могут, по идее, две вещи, да, это инфраструктура или капитал. Ну вот, когда на конкурсе лучший частный инвестор, человек 50 тысячами там зарабатывает, не знаю, 10 миллионов, это не значит, что у него доходность такая, просто у него инфраструктура стоила там 10-20 миллионов. И он заработал, ну, или может быть даже больше. И он не так много и заработал, если почитать сколько стоит инфраструктура. Ну и рынок скатывается к тому, что инфраструктура становится все дороже, зарабатывать на ней все хуже, и в итоге проще становится зарабатывать на капитале. А если зарабатываешь на капитале, ты берешь на себя риски, и за ними надо следить. Ну вот, Евгений сказал, что у них там есть некоторый процентный риск. Я вот, например, к нему отношусь очень остороженно, потому что я верю в 40 годовых, если что-то случится, как бы, это легко может такое произойти, это будет много, достаточно, и больно, поэтому, мне кажется, не про один риск нельзя забывать, все риски, за всеми рисками надо следить, и надо еще понимать, что когда будет 40 годовых еще там, если есть клиентские деньги или даже свои деньги, которые будет охота их достать, и будет еще проблема у брокера, и будут еще проблемы с ростом ГО, и будут еще разные проблемы, а еще, например, ну и надо, я вот, например, еще обращаю внимание на такие вещи, например, если ты купил акции и продал фьючерсы, то это хорошая позиция, потому что, если все плохо, то акции стали дешевле по фьючерсам, фьючерсы у тебя проданы, но у тебя по ним положительная маржа, у тебя в итоге акций столько же, а денег больше, ну как бы на счету срочного рынка, а если ты купил доллара и закрыл их фьючером, то если все плохо, то доллар вырос, и у тебя будет разрыв в марже на срочном рынке, поэтому даже, несмотря на то, что ты вроде и там, и там ставку продаешь, в случае там, ну вот этих вот тейл рисков, это ведет себя по-разному, и это надо, ну если не как-то напрямую оценивать, то хотя бы помнить про это и думать об этом. Да, я отвечу, что да, естественно, эти риски есть, мы их очень хорошо осознаем, и, ну, во-первых, мы очень часто во время даже серьезных движок просто выходим из рынка, как раз вот это было в марте, это еще раз у нас было сейчас в конце августа, когда не хотелось рисковать, во-вторых, у нас, да, у нас есть там большая красная кнопка сбросить все и выйти на месяц. Ну, как правило, все вещи, даже резкий рост ставок, до 40 я, конечно, с трудом сейчас поверю, но может быть, они тоже имеют некую инерционность, это не в секунду происходит, закрыть позицию можно успеть. Ну, не, ну, это тоже вариант, конечно же, там, я думаю, правильный, я в данном случае пытаюсь все время быть лонг поставки, и, как бы, я плачу за это какой-то кэри, но, как бы, я зато чувствуюсь и там сплю более спокойно, если что. Вопрос, Сергей, ты вспоминал про инфраструктуру, и вообще, ну, вот с Виталием мы тоже разговаривали, он говорит, скорость, это гигантское преимущество, и сейчас вся гонка превращается, за деньги превращается в гонку скоростей. Чем больше у тебя денег, тем выше у тебя скорость, ну, и, соответственно, больше денег. Вот вопрос, если это, как бы, ну, возможно, какой порядок суммы вы тратите, там, в месяц на инфраструктуру, чтобы обслуживать вашу операцию, если это открытая информация? Ну, мало, очень мало, там, это порядок все-таки сотен тысяч, а инфраструктура стоит, на самом деле, дороже, потому что там труд программистов, экспертиза, опыт. А железо, вот сама железная часть? Ну, тоже порядки сотен тысяч, даже там. В месяц? Нет, почему, один раз. А, один раз. В месяц, если же закупить, небольшие расходы, да? Ну, сто, двести тысяч, и что-то можно, какие-то результаты можно показывать, там, не самые, правда, лучшие. Самая дорогая инфраструктура, именно с точки зрения костов, это каналы, но это отдельная история, отдельных людей. То есть, если у тебя нету каналов, то все остальное достаточно дешево, у тебя все, что дорого тебе, это работа программистов, опыт, набитые шишки, куча слитых денег на разных эксцессах, которые делают тебя чуть мудрее. Да, я согласен, я считаю, что люди, которые, скажем, начинают алгоритмический бизнес, они уже вот в этом десятилетии, если конференция была бы там 10 лет назад, действительно, можно было сказать, чем быстрее, тем ты богаче. Но сейчас надо больше поверить не в железо, а в умы людей, инвестировать именно в человеческий капитал, в человеческие ресурсы, работать с умными людьми, идти долгосроческому, то есть делать какие-то R&D, такие серьезные исследования, связанные, может быть, с наукой, с применением каких-то постулатов, из физики, какие-то математические аппараты, пытаться объяснить хоть на каких-то диапазонах процессы на рынках, и тогда у тебя будет совершенно другой результат, через энное количество лет. А если ты будешь гнаться за тем, чем занимаются сотни и тысячи, то ты априори занимаешь такую позицию временного бизнесмена, который вот сейчас просто на какой-то цикл может начать зарабатывать, а потом придется ему что-то менять. Поэтому для многих HFT трейдеров был такой принцип change or die, то есть либо ты меняешь свою бизнес-модель, либо ты уходишь с рынка. Мы начинали с HFT и тоже вовремя свернули, потому что сейчас можно уже говорить о каких-то плодах и устойчивом бизнесе, который может развиваться независимо от технологического цикла. Сейчас, если вы знаете, парадигма HFT плавно переходит в LFT, low frequency trading, который означает более широкие таймфреймы, и хедж-фонды хотят диверсировать свою альфа за счет комбинирования различных временных горизонтов. То есть что-то у них может быть HFT, что-то у них может быть intraday, что-то может быть внутри недели, а что-то может быть global macro. И вот это тренды, которые сегодня нужно подхватить и не идти позади паровоза и пытаться догнать уходящий поезд. Я скажу еще, мы как раз позади паровоза, мы очень чувствительны к скоростям, но при этом, на мой личный взгляд, то, что инфраструктура приторговли на России стоит дорого, это немножко байки для тех, кто это не пробовал, потому что реально получить нормальную железяку, которая стоит в М1 и обеспечивает очень приличной скоростью, вот на трейдер, сидящий здесь Алексей, их продает по 10 тысяч рублей в месяц. То есть это сопоставимо со стоимостью доступа к прямой бирже. Да, это не будет самое быстрое, там следующие 50 микросекунд будут выиграть в 3-4 раза дороже, а следующие еще в 4 раза дороже, но нормальную инфраструктуру получить можно недорого. Я добавлю очень забавная на самом деле история, что вот как раз наш клиент, для которого скорость важна, а, собственно, то, что я делаю, для меня скорость важна в очень малой степени, то есть, собственно, подход либо ты быстрый, либо ты умный, ну, можно это и вместе делать. И в какой-то момент я понял, что быстрым быть не очень получается и не очень важно, и как раз то, что говорил о рам, тоже очень близко, именно более продолжительные таймфреймы. И, кстати, при управлении большими деньгами это принципиально важно, потому что у меня есть там небольшой алгоритмик на 100 тысяч рублей, который мне показывает совершенно сумасшедшую доходность, но я не могу его масштабировать абсолютно и не могу никому предлагать. А если я исхожу из того, что мне надо доходность там в 25, там 30, 35 годовых, то обязательное требование, чтобы эта штука была масштабируемая, а это значит, я все равно буду медленнее рынка. У меня хороший робот, который нормально, не торопливо спускается с горы, как в том анекдоте, но я все равно не успею передачи втишниками и задачи этой нету. То есть главное это быть, вот предугадывать. Именно поэтому мы как раз наворачиваем какой-то инструментарий сверху для предвидения, используем эволюционную математику, всякие генетики, вейблеты, вот такой целый набор. Хотя тут тоже есть риск с другой стороны. То есть ты пытаешься быть умным, находить какие-то скрытые марковские процессы, то у тебя есть риск слишком выдумать сложную систему, потому что, ну вот там мы недавно совершенно обсуждали, моделька там с тремя переменными работает неплохо. Давайте там навесим туда еще 25, и она дает то же самое абсолютно. Поэтому вот грань между некой дополнительной интеллектуальной обвеской, которая там, ну, интересно, полезно, именно как дополнение, не как основа. Ну и опять же, я говорю, что против направленных стратегий, с большим объемом из них сложно выходить. Здесь вот эту грань надо соблюсти, чтобы быть и быстрым, и умным. Окей, спасибо. Сергей, кто забирает гэп по утрам? Кто первый на гэпе? Скажи мне. Я не знаю. А сколько денег надо инвестировать в инфраструктуру, чтобы стать первым на гэпе? Ну, я думаю, что те люди, которые исследовали проблему утренних гэпов, они знают, что там надо думать, как это сделать, а не как бы… И когда ты придумаешь, как это сделать, сделать это вроде как не так уж и дорого. Что? Через золотую перемычку, да? Ну, это удобно. На гэпах можно зарабатывать рядовым, так сказать, алготрейдерам, которые не обладают многомиллионной инфраструктурой? Успевать куда-то встревать до того, как все набились? Мне кажется, что шанс есть у каждого, но кто-то занимает себя просто профессионально. Может быть, я просто не всех тонкостей там знаю, но там просто… Ну, мне кажется, что, чтобы влезть в гэпы, не надо там иметь самый мощный сервер, не надо это… Там, наверное, есть набор инфраструктуры, но у тебя должен быть хороший алгоритм и понимание технической части со стороны биржи и еще, возможно, некоторые прибамбасы идеи. Но, вероятно, золотая перемычка. А когда-то, когда все боялись входить в гэпы, вроде как бы были люди, которые входили в них очень непринужденно. Просто остальные боялись, а кто-то делал. Давайте вопросы из зала послушаем. У кого есть вопросы? У Олейника. Я просто последние несколько месяцев тоже очень плотно занялся роботами, но в плане не создания, а в плане консультирования с людьми, с кем можно посотрудничать в плане управления капиталом, чтобы диверсифицироваться. И вот какие итоги моего общения со многими, причем и профессиональными людьми. То есть вот если брать капитал, более-менее такой хороший для России, там 100 миллионов рублей, мне сказали, с ним практически никуда не сунешься. То есть вот Сергей Васильев правильно сказал, все торгуют и вы одно и то же. По сути там корзина, арбитраж, одно и то же. Конкуренция здесь бешеная. Конкуренция на рынке высокочастотников еще более бешеная. И кушаете вы на одном таймфрейме практически одни и те же все алгоритмы. Вот запихать там в торговлю корзины, ну окей, ну 150 миллионов рублей. Ради 20-25% годовых стоит ли заморачиваться всем вот этим? И велосипеды вы не изобретете, куда дальше двигаться? И конкуренция здесь будет все больше и больше расти, а кушать вам все меньше и меньше становится. Поэтому стоит ли вообще частным рядовым трейдерам, они просто думают, что для них роботы – это золотое одно, золотое жило, куча процентов, куча денег. Ведь это не так. Этот рынок более конкурентный еще. У трейдеров есть куча таймфреймов, на которых можно работать. У роботов таймфреймы практически одни и те же. И алгоритмы практически одни и те же, на которых можно оперировать более-менее нормальными объемами. Стоит ли развиваться обычным трейдерам, эволюционировать здесь? И можно ли оборачивать здесь более-менее нормальный капитал, хотя бы 10-20-30 миллионов рублей, чтобы показывать 50-60% годовых? Ну, поймите, в чем дело. Есть капитал в деньгах, а есть капитал в инфраструктуре. В очень широком смысле этого слова. И у вас доходность на сумму этих двух капиталов будет одинаковая. Вопрос – сколько стоит ваша инфраструктура? Если ваша инфраструктура не стоит ничего, то вы будете зарабатывать, я не знаю, ставку или терять, потому что ведете себя на рынке, допустим, неадекватно. А если она стоит много, то вы будете зарабатывать. Вопрос, что за последнее время, если честно, упала доходность инвестиций в инфраструктуру. Это факт. Но какая она, ну, по-разному зависит. И несмотря на то, что вроде как бы все время говорят, что все этим поздно и поздно заниматься, люди все-таки все приходят, приходят и приходят, и у кого-то получается. Да, это стало в разы сложнее. Но это нормальное движение для бизнеса. То есть у рынка была некоторая стадия развития, когда всем было легко. Там потом сейчас может быть некоторая стадия консолидации, может быть потом снова новое дыхание. Это обычный бизнес. Сделать алго-бизнес не сложнее, не проще, чем любой другой. Это абсолютно все одно и то же. И если человек в состоянии сделать бизнес в алго-трейдинге, он его сделает. Если нет, не сделает. И как бы советовать, я не знаю, могу или нет. Это обычный бизнес, уже давно без рок-н-ролла. С очень большой работой. Просто те люди, которые начинают этим заниматься, занимаются как бы не тем и не так. Поэтому тут надо, как и в любом другом бизнесе, наверное, брать уже людей, которые все-таки имеют какой-то опыт и вам очень дешево за зарплату отдадут большую часть инфраструктуры, которая стоит на самом деле дорого. И спасут вас от многих проблем. Спасибо. Александру Горчакову слово. Авторитетный алго-трейдер, который выступал не раз на наших встречах. Это микрофон работает, да? Да. У меня вопрос как раз чисто по бизнесу. Вот вы все сказали, что вы работаете в мейн-реверсинг, да? У меня вопрос первый. Сколько каждый из вас готов взять на доверительное управление рублей, управляя по законам России? То есть на индивидуальное доверительное управление. То есть российская биржа безо всяких иностранных бумаг. Это первый вопрос. И второй вопрос. Насколько максимально счетов вы можете разбить эту сумму? Вопрос понятен или нуждается в уточнении? Вопрос. Ну, в настоящий момент порядка 200 миллионов, плюс-минус 50. И счетов 10-15. Валюту называйте рублей? Рублей, рублей, рублей. Спасибо. Капитал используется в арбитраже, особенно если это таймфреймы длительные, ну там более, то есть удержание позиций не там минуты или секунды, а удержание там часы, десятки часов, дни, то в этом случае между днями очень неравномерное использование средств. Соответственно, значительное влияние на доходность влияет именно вот доставка, которую ты платишь за деньги. То есть там неполученная прибыль от размещения этих денег или наоборот, то, что ты вынужден платить бродеру за дополнительные плечи. Да, я попрошу, если кто-то еще хочет ответить на этот вопрос, как можно короче, окей? Ну, наверное, максимум, что на России, я бы сейчас осмелился взять это 100 миллионов, рассчитывал на доходность от 15 до 20 годовых. Это все было бы однозначно на одном счету, потому что стратегии часто пересечены. На красный лист или общий? Ну, конечно. Общий, общий. Ты знаешь, по его доходности. Я не просил доходности, я просил только объем. Мы не можем взять на Россию ни один рубль, потому что уже полностью набрали все, что можно было, и поэтому здесь нужно ответить ноль. А по поводу того, на сколько счетов можно разделить, то это просто минимальные тикеты, которые торгуешь, стоимость баскета, одного баскета, которым ты торгуешь, ну, 3 миллиона, 4 миллиона рублей. Такого плана. Но вот мне интересно ответить, если одна минута есть, на прошлый вопрос, вот здесь нужно иметь такой здоровый интерпренерский подход, потому что если я скажу, что, да нет, нельзя, там, больше 20 миллионов невозможно инвестировать в российский рынок, да, то что вы сделаете? Вы перестанете заниматься этим делом? Вы поверите на слово? То есть вот здесь очень важный вопрос, что здесь нет ни одного вещателя истины, здесь нету каких-то вещей, которые нельзя самостоятельно посчитать, посмотреть. Все, что вы будете спрашивать, это будет частный опыт человека, вам нужно, собственно, опыт создать. Поэтому смотрите, какой оборот у инструментов, которыми вы собираетесь торговать. И прикиньте примерно, там, что вот сколько будет 1% от этого, чтобы… Я слышу одну и ту же тему, что на рынке работает все самое простое. Не надо изобретать велосипед. Все люди, вот там, Жоворонков, там, еще другие, кого угодно, спросите, все работают, и у всех самые простые схемы. И они работали, и они работают. И вы все на них зарабатываете. Если вы хотите сделать копипейст, то приходить не надо. Если вы как раз понимаете, что все делают одно и то же, и вы могли бы что-то сделать другое, и на этом заработать, то да, стоит поломать голову, посмотреть. Но главное, чтобы относиться к этому бизнесу, не как инвеститься в оборудование, или там, возврат на эти инвестиции рассчитывать, да, или что-то такое, что айтишник, когда там, я при всем уважении, хочет стать крупным управляющим. Нужно иметь инвестиционное мышление, в первую очередь. Ну вот ты создал там несколько стратегий, у них будет их доходность, и также можно представить, как инструменты на рынке, который ты купил. Купил акцию, да, но там каждый вечер закрывается, и вот какой-то есть поток доходности. То же самое твоя стратегия будет. Но как ты с этими стратегиями будешь работать, как ты будешь портфель оптимизировать и так далее. Вот так, если думать, то можно очень легко просто на бумаге написать и доказать, что если ты возьмешь в портфель 10-20 нормальных стратегий, то у тебя уже будет очень хороший портфель. А если ты все будешь подтачивать один, два варианта своей одной и той же стратегии и думать, ну как же сделать, чтобы у нее было не 20%, а 50%, то все равно от рисков не убежишь. Поэтому нужно искать возврат на диверсификацию, а это очень легко, если ты увеличишь количество реализации стратегий и моделей. Поэтому я как раз их призываю к тому, чтобы создать себе ресурс с ликвидностью и все время думать о новых стратегиях и как можно больше их использовать в портфеле. А потом уже сделать некий алгоритм, который будет управлять и риск-менеджментом, и собственно портфелем и соотношением весов в портфеле. Тогда будет намного проще дышать. Спасибо, Арам. Сергей, давай другой вопрос тебе задам. Смотри, сейчас звучит цифра 20%, буквально 20%, то есть спокойный такой алготрейдинг, при этом у нас валютный риск 20 годовых спокойно, вот сейчас, рубль улетел на 20. Скажи, что ты делаешь с валютным риском? То есть ты в рублях богатеешь, а в долларах беднеешь. Ты как-то это решаешь, этот вопрос? Или ты вообще не смотришь на доллар, просто копишь богатство в рублях? Я не помню, там, по-моему, рубль-доллар еще с валапом двенадцатая или тринадцатая, то есть там нету 20-процентного риска. Нет, я имею в виду за год, как изменился курс. Это тоже возможно, но если честно, я, как обычно, где-то хорошо получается, где-то плохо, в плане валютного риска у меня получилось плохо, но зато до этого было лучше в плане валютного риска, и там и было позитивно. Ну, я реально на этом потерял, я это сделал достаточно осмысленно. Ты хеджировал как-то, да, направленно валютный риск? Практически нет. Я его не хеджировал, мы получили практически на весь капитал весь убыток, но это нормально, я считаю, то есть это часть бизнеса в России. Ничего плохого в этом не вижу, в угадайку я играть не собираюсь, по хаям я покупать тоже не собираюсь, и другими вещами тоже заниматься не собираюсь. Я просто считаю, что это неправильно и это не мой бизнес. Ну, единственное, что, конечно, надо пытаться делать, это получить там, пытаться получать ставку на эти деньги в каком-то виде, размещать их, и рано или поздно это, наверное, отобьется. Ну, может быть, что-то, покупать какой-то протект, но не конвертировать это дело. Протект через опционы, видимо, да? Ну, опять же, в данном случае мне было бы хорошо, ну, я даже смотрю, даже сейчас, не захеджировать этот риск, продав, там, не знаю, купив фьючерсы и еще уплачивая 8 годовых за хеджирование этого риска, а, ну, захеджировать опционами риск большого роста. То есть, жесть получается, 20 годовых делаешь и 8 отдаешь на хедж валютный. Тимофей, а можно баксы использовать на форте совершенно спокойно, в ТГО и даже в рационку получать. Один клиент у меня сказал, я хочу только такое делать. А как это делается? То есть, можно держать деньги в долгах? Да, 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 на бирже ты держишь баксы, тебе в рецепт пересчитывали. Что-то брогеры такого ничего не говорил. Это вообще не вопрос. То есть, это вопрос того, ты на что ориентируешься? Ты можешь фьючей купить на рубль-доллар в дополнение? Сергей, почему вы так не сделали? Не, ну, мы так делаем, но я еще раз хочу напомнить всем на всякий случай. А, ну, то есть, ты берешь направленную позу как бы вместе с этим? Если вы покупаете доллары и закрываете их фьючом, то в случае шока, в случае тейла вы получите кучу отцательной маржи по этому фьючу. Что не очень хорошо. Ухалейник опять. На споте ты можешь купить доллары на споте. Сейчас уже торгуются на споте доллары физически. И они будут являться для тебя гарантийным обеспечением под открытие твоих любых… Да, но тебе брокер для удержания этих долларов, равные твоему капиталу один к одному без плеча, удержит всего лишь 15% от стоимости. 85% средств ты можешь оборачивать. Понял? Так не бывает. Ну, как не бывает, вот блин. Так бывает, но еще раз, если вы размещаете так половину своих средств, в случае шока вы получите половину движения по сишнику себе отцательной маржой как бы на срочный рынок. В тот момент, когда увеличится ГО и будут там прелести там с путами и другие преимущества нашего срочного рынка. Господа, всем огромное спасибо. Это супер увлекательная беседа. и… Но время… Рим…